я хочу сказать знаешь что я хочу сказать что я открыла инста инстаграм я еще не умею правильно выговаривать это слово но я хочу идти в ногу в ногу стала современной жизни а теперь я вам хочу сказать сегодняшний день по плану совершенно было другое зашла на кухню знаете кухня это такое цепка это как наркотик и думать так я начну трошки приберусь трошки приберусь и ну аж трошки видели нет худа без добра это трошки я уже затянула так понимаю это будет целый день и вот это трошки слушайте и скажите позорище как кошмар я тоже посмотрела зачем мне столько вот этого хлам захламила всю кухню шкафчики забиты это все забито чугунки можем а я этим чугунком уже забыла даже когда я не пользовалась а он у меня стоит вот эта штука между прочим скажу это купила для того чтобы когда можешь посуду и складываешь тарелочки влажные но я вот никому не советую а знаете почему потому что вот проще конечно полотенце подкладывать полотенечко я простирала высушила и на сухой а тут какой-то идет поролон или еще что то то есть я всегда переживаю чтобы чтобы что чтобы не было запаха потому что на влажные там грибки разные плесени появляются поэтому вот я не рекомендую а у меня вот она лежит и стоит судочки этим судочкам тоже господи сколько им же лет кастрюля кстати это кастрюли плохая я пользуюсь и не ну точно не раз два или раз в три года тяжелезная хорошая кастрюля не знаю даже есть крышка еще раз повторить бы я за старый я вообще разрываю часто разрываю но я так разрываю и опять ставлю разрываю опять ставлю зачем это я делаю я не знаю вот эта кастрюля это кастрюли где-то 60-е году может быть и раньше где-то оттуда еще оттуда еще тебе эти кастрюли и опять-таки жалко выбросить а ведь надо надо как-то обновить свою жизнь знаете и так старость вот такие наверное да мне еще был такой а а еще отчаянного сервиза у меня осталась чашка который я уже поставила кстати очень 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 классно видите тут этот шкафчик уже мы повесили исправили там электричество то есть уже там все но я опять начну заставлять потихоньку начала заставлять да я сегодня ты все буду тоже вынимать я вижу чашечки пошли опять на свое место чайнички пошли на свое место теперь посмотрите камня панорама сверху я тоже буду сейчас снимать и конечно я вам скажу что вот просто так выбросить мне жалко жалко почему а потому что я знаю вот допустим этот сервиз я не поленюсь дорогие мои для вас в очередь буду все это снимать это вот это сервизно чайник и две чашечки это тоже еще где-то 50-60-е годы то есть это своего рода антиквариат да тоже меня не практически не пользуюсь когда все я вам скажу что просто вот так выбрасывать на хлам тоже не стоит потому что они довольно хорошие деньги стоят эти вещи для тех кто собирает это это мне отчаянник такой для маги же чайник тоже она как-то весело это же хлам это чистых вам не нужно мыть нужно красить в общем я появились планы я думаю так если я сейчас этот вам начну так потихоньку потихоньку выбрасывать мешочки меня приготовленные и кое-что я уже повыносила и буду вас да так это хочу обратить ваше внимание если у вас есть такой вот план типа вот этого то вы не спешите его за копейки продавать и за копейки отдавать потому что вот моя сестра правда нет 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 не надо выбрасывать лучше знаете есть люди которые покупают эти вещи я была в одессе в пассаже на месяц магазина антиквариата так вот такие вот что штуки достойно было два года назад полторы тысячи гривен покупают покупают я конечно не продам потому что есть такие что покупают покупают если люди собирают марки это бумага да они собирают такие сумасшедшие деньги собирают вот я все сама себе ловлю на том что вот эти старые вещи не привязывают и это не нужно кстати потому что я все время думаю так помню позапрошлом году кстати в прошлом тоже я искала пустую бутылку для декора за чуть было с мусорки с мусорки эту бутылку не взяла а это я не знаю я взяла лично вашей квартире александр владимирович это бустую бутылку потому что вы хотели выбрать опять-таки думаю сделаю декор какой-то на бутылке а потом я в принципе не понимаю зачем делать декор вот на бутылках шампанский по такой такие бутылки бы уже сами спасибо красивые и такая красивая такая этикетка но вот стоит ну вот выбросить выбросить не выбросить выбросить обливается это еще это еще будет агресса потом вам пошел вот такие чашечки кружечки они очень хороших стать очень хорошие здесь и качество хорошее и фирма хорошая у меня их целый набор а я же и ними ними тоже не пользуюсь если бы вы у меня взяли эта чашечка одна и мою тоже ничего не одна то я вот это вот это вообще нужно выбрасывать это я давно уже никакого все старые но уже все ненужное вообще я вам скажу что надо конечно же я ничего не побила я должна сейчас так я сейчас возьму наверное ведра я сейчас даже мишки и буду все конечно так это планомерно планомерно с казанком что мне делать с этим казанком и что мне сделать а это кастрюля все убитая вот где надо делать видео как отмыть эмалированную кастрюлю ну сколько и лет вы сами знаете кто моего возраста очень и очень много лет очень и очень много лет 35-40 наверно точно это очень старая посуда и я кстати тоже можно очистить самый такой простой но такой дерзкий способ это березна березна вода залить на на сутки и потом она будет белоснежно только потом нужно конечно помыть его хорошо не кастрюльку и что и прокипятить воду это очень просто потому что нет вообще можно сделать видео конечно это очень просто почистить наши эмалированно да напишите такие старые убитые кастрюли чисто но я не вставлю сразу на пол потому что я уже больше в шкаф не ставить не буду эту тоже наверное хотели да тоже убитая моё моё это хозяйка называется черная это еще мне были была газовая плита газовые плиты принципе вот это вот такой налет черный электроплита такого не оставляет а вот это крышку крышку надо сохранить крышку надо сохранить потому что с крышкой дефицит или выбрасывать сколько мне надо вот сколько зверю надо для жизни вот эти чайнички эти чайнички но я не могу его выбросить этот чайничек не могу ленинградский фарфоровый завод здесь даже что-то написано уже года такого нету да да из города это вообще но это я не знаю это коробочки но деревянное то есть посмотрите дерево это же натуральное дерево это чая ой а сколько же это дельмах так вот это еще 90-е годы я помню да не у меня что-то не за не за вы пишете мне оставлять или выбрасывать но я знаю что мои дети конечно ты все выбран сын главное пока так сторону или сразу туда я не могу это выбросить так что я могу кому-то советовать когда у меня сердце кровью обливает вот я вижу хлам я вижу вот просто очень много ненужных вещей очень много ненужных вещей но ты понимаешь мне жалко с ними расставаться на то что это же просто позорище понимаешь это позорище значит так значит если что я хочу чтобы все-таки вы мне помогли обои поменять вообще покрасить краской сейчас я вижу модно красить или обои такие однотонные сделать есть шанс что вы поможете я решение с краской тяжело работать потому что я хочу вот эти картины где тут этого я оставлю это более-менее не завод да все ничего не замужем я сегодня были совершенно другие планы вот совершенно другие планы было теперь у меня работа я просто буду с удовольствием сделаю видео потому что есть вопросы моих подписчиков я могу показать ну смотрят спасибо дорогие мои просто спасибо потому что вы помогаете мне жить это есть какой-то интерес к жизни просто просто интересно жить каждое утро в плане а чтобы снять да и думаешь хоть бы ничего не болела голова хотела было давление нормальное и хотя бы оператор мой согласился мне помочь это видите тюльпаны тюльпаны оранжевые да вот зимой тоже мне вы посоветовали улья павловна все сделайте таком-то оранжевым ярком цвете так вот я сделала оранжевые все эти чайники красная яркая но с этим я конечно наверно буду расставаться а с вами я хочу еще раз еще раз встретиться и много-много раз встречаться и вам еще желаю самого-самого доброго чтобы на вашем пути встречались только самые-самые хорошие отзывчивые люди всем доброго пока